Господи, Отец Небесный, благослови наши занятия, да нам уклониться, не направо или налево, пребудь с нами, разуме и наставь. Тебя слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Кратко молитву можно сделать. Да, Господи, прости мое нахальство, я буду вести занятия. Все. Больше ничего не надо. Садись. Садись, Мария, выбирай, где мне спадать. Садись, говорил я Святой, что она там нанимает кого-то, охажалку. Это не надо. Пока здесь будешь, накормила утром, иди с ней там, Антону помогаю. Да, надо бы себя там все сделать. Ты к Надежде Васильевне переселяйся, вот, через стенку. Тут просто только будешь иметь. Я же с Ингарска, меня-то. Одна болеет, вторая умирает, третья тоже. Ты для себя переберечь, ты уже падаешь. За тобой надо ухаживать, а кто-то взялась, не за ругиня. Ефесянам 4,17. Так, давай, место. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 17 стих. «Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как выступают прочие народы, по суетности ума своего, толкования. Учителю свойственно не только увещевать, но и устрашать, показывая, что сам Бог предстоит своим ученикам, как это и делает здесь Павел. Заклинаю вас Господом, то есть привожу к свидетелю Господа. Да я не скрыл от вас, что следовало сказать. И не сказал, не живите так, как вы живете, но чтобы не уязвить их, но как поступают прочие народы. Примером других, разумляя их, по суетности ума же поступали, потому что служили идолом, были рабами страстей и предавались суете мира. А то, что называется суетой, потому так называется, что мы пользуемся им суетно, ибо не по своей природе оно суетно, так как все создано хорошо весьма». Конец толкования. Сразу участвуйте в вопросах и дальше лишнее не говорите. Все непонятно. Вот Московская Патриархия приводит это местописание «Заклянай вас Господом». Вот это как клятва дается, апостол Павел клянется Господом. Где он клянется-то? Ну вот они вот так считают, что клянется. Ну считают, но где клянется-то он? Я клянусь, а заклинаю Господу, что делая вас ответственным перед Богом, вы будете виновны на суде Божьем. Не врите, говорите правду, я вам заклинаю. То есть вы уже подклятывая, вы подклятывая, а не я. Кого он заклинает-то? Кого заклинает, тот подклятывая. У вас все кверх ногами перевернуто. То есть заклинаю, ставлю подклятвую. Если вы не так будете делать, вы погибнете. Я заклинаю, прими мать свою, ты ее выбросил. Ты погибнешь, сейчас заклинаю, значит клятва говорит. Глазовище отца, оба смерти уберешь. Все понятно. И когда говорится там о всех народах. Народов-то, говорят, обыдолопоклонники. А сегодня почти 2 миллиарда людей, которые не идолопоклонники, поклоняются единому Богу, самая мирная религия, которая всем режет голову. Самая мирная. Подряд всех уничтожает. И они везде, мы самые мирные. И о них здесь не говорится. Они не идолопоклонники. Там может быть просто сатанопоклонники уже. Но не идолопоклонники. И что теперь делать? Их касается это или нет? Переведите на сегодняшний день. Богоинбранный народ. Мы знаем, кто и как. А делаю это все дела сатанинские. Ваш отец дьявол. Как к нам с ними обращаться? Тогда видно, что мы вооружены. С нами интересно людям беседовать. Мы любому покажем путь. Не просто прочитал. Да ты забудешь через 5 минут уже. А когда ты знаешь как, ты уже определенно знаешь. Я услышал, дорога такая-то скользкая. Нужно там шины с шипами. А на дороге много соли. Там особо нужна резина снизу. У меня вот так вот вылетело. А он ездит на машине. Он это все знает. Ему уже 3 дыре проела соль. Он уже теперь дает резину. А сколько соль? А как это там надо сделать наброс резину, чтобы соль не проедала? То есть имеешь ты к этому отношение или нет? Мне о машине хоть что говорю. У меня разницы нет. Я все равно выпрошу и поеду с кем-то. А за рулем я не сяду. Я правильно говорю, мать? Все правильно. Иснец. У меня есть знакомый, который коров держит. И сливки пахнут у меня прекрасно. А для него они пахнут еще и навозом. Еще и сеном. Потому что он ходит. Потому что для него это дорого. А для меня дорого. Единственное, он говорит, а это бесплатно. Почему? А он там день и ночь работает. Понимаешь, как все выглядит по-другому, когда мы в реальной жизни войдем. Научитесь мыслить так, как написано в Писании. А то уже, не начинаю еще только беседовать, уже вижу, спать плыл. А куда поплыл, куда ветер погонит. То ли во сне все время любят смотреть. В виртуальном мире живет человек. Батюшке звонит наша сестра Ирина. Моя родная сестра Ирина Тихоновна. И сообщает. А у вас тут прошлое собрание там было. Это как? Батюшка говорит, понятия не имею. А что там было? А ты откуда знаешь? Да из Америки сын мой там позвонил. Из Америки они смотрят наши ролики. Позвонил тетке своей. А тетка родному брату теперь. А брат приехал и мне говорит. Говорит, понимаете, раньше это даже думать нельзя было. А сейчас я сказал слово, и меня со всех сторон долгят. Но мы говорим так, что они долгят, а потом озираются. И говорят, это правда я нападал. Ух, и дурной же я был. Вот у нас были тут, которые нападали. А потом Игорь с ними встретился. Говорит, что попало, говорит, делали здесь. Вот и все. А там пришли, и сразу вызвали в коридоры. И сказали, если ты заикнешься, он сразу вот нюхает. И четыре кулака ему по носу. Да нет, больше ведется некуда. Сядь и сиди. Все, они пришли. А я им заранее сказал, придете туда, там будет тихонький сидеть. У них все на кулаках. Это у нас тут он поднимался и гордебащил. Знаете, о ком говорю? Неукротимые были. А там укротили сразу. Выйдем в тамбур, поговорим. Ну, с этим народом-то как обращаться теперь надо? Как? Я вот сегодня об этом думал, размышлял. И пришел к выводу. Все-все решает. Любовь ко Христу, к тому евангельскому Христу. Невыдуманному, евангельскому. Любовь. Недостаток любви или рисует другим его, порождает все остальное. Вот говорят, ты игилсы сейчас там взяли. Они как взяли? Да, взяли. Взяли даже они там, которые живут изиды около какого-то вулкана или горы. Жили они там 300 тысяч. Их немного было. Мужчинам сразу. Так, ислам принимаете, нет? Да вы. Принимаете или нет? Нам не надо. Ого! Принимаешь сейчас ножи, режут тебя внизу и все. Обрезанные мусульмане. Назад ходу нету. Сразу тебе голову отрежут. Я не знаю, не будешь. Значит так, отводите ссор. И тут же всех расстреляли. А тебя увидели сразу. Вот они обращают веру так. Они не уговаривают, не доказывают. Зачем доказывать? Моисей никого не доказывал. Зачем доказывать? Доказать надо, что ты взял. Сегодня батюшка считал. Лохан, сын Зары. Взял заклетое. Но он знал. А жена дома сидит, может Богу молиться. Может быть ребенком нянщится. У него может быть не одна жена. Даже скотина, ослы, овцы, куры. Так, это ты взял. Ты взял. Ты сознался, да? Сознался. Так, арестовать все. И жен, и детей, и девочек, которые невиновны. И всех побили в этот же день. Да, на мой. Всех овечек побили. Куриц. Все. И это было по повелению Божию. Так, что то, что сегодня делает ИГИЛ, это еще светочки. Вот где было. А остальные, ну, женщины пошли, продали, кому за что продали. Наложницами будут, блудницами. Сразу же. Шестилетних их насиловать будут. Но они живые. А тут не было. Он бы сказал, я приму веру еврейскую. Да ты уже еврей. Все в народности живут. Представь, татары, монголы, буряты, якуты, камчедалы. Насчитывается семь народов. Ну и что? Ну, земля хорошая там. Ну да, а мы такое. Уничтожить всех. Города ваши. Что они насадили? Ваши. Девушки, которые не познали мужского пола. Ваши. Все, идите, воюйте. Это Бог послал. Это Бог послал. Это в Ветхом Завете все написано. Не семь человек, а семь народностей. И они все вместе объединились. И ничего не могут сделать. Откуда ты, бля, пришла из пустыни? Да как? Говорят, были в Египте. Ну, Египте-то зачем? Да они в Египте там навели такой страх, что и фараон отпустил их. Все первенцы умерли в одну ночь. Да вы что? Ну, у него наследник умер, фараон. Он испугался, отпустил. Ну, а могли бы как-то? Семь казни напустили на них. Это такие колдуны. С ними ничего нельзя сделать. Я представляю, как тамошние народы разговаривали, слышат о том, что город неприступный пал, этот Кенигсберг завоевали, Японию разгромили. Откуда пришла эта чума? И везде все коммунизм, коммунизм насаждают. Ну, тогда по-другому называлось оно. Я считаю, седьмой главой Иисуса Новинат, правильно говорю? И не знаешь про это? Ну, всем народностей Бог отдал им. Мы в Татаре это считаем-то. Ты побил Ого царя Вассанского и по порядку. Да будет во век благословенное имя его. Убили, а теперь прославляют Бога. Да будет Ого там, перечисляют всех Магога. Все это. Это все от Бога. Но то, что они сейчас делают, вот которые убивают, это еще не очень сильно. Это тоже от Бога. Потому что так жить нельзя. Людей нету, земля пустая. Нету. Ну, так а если... Ну, скажи, я говорю, у тебя же родится сын. Конкретно. И ты знаешь, что он будет наркоман. В школе еще. И никто его не исправит. Что ты сделаешь? Да я убью сразу его. Так. Ты передоверил этой жене. Она убила его. Она сделала аборт. Она... Ей положено было на сердце, что он наркоман. Она его убила. Взыскивать нет за аборт. Да у меня дочь... Ну, дочь это проститутка. Бэх будет. Везде по всему миру известно, кто она такая. Как называется. Ну, и ты что? Да я... Нет. Жена уже узнала. Она ее убила. Ее убили. Ни два, ни три за перестройку. 120 миллионов абортов в России было сделано. Миллионов. Они росли бы сейчас самым старшим. 25, 23, 24 года было бы. Эти люди нужны для защиты Родины. По их... Да, нужны. Никого нет. Они сделали правильно. Я с их стороны... Потому что это преступники были бы. Их на свет не надо пускать. Я считаю... Сейчас я могу ошибиться. Кажется, комсомольская правда. Или газета труд была. В одной школе патриотические занятия ведет генерал-майор. Это большое звание. Генерал-майор. С орденами придет. Ученикам рассказывает, как они Берлин завоевывали. Как они воевали. Как было трудно. И вы новое поколение должны быть. Все. Отошел. На остановке стоит. Подходят молодые люди. Ну, дед. Ты чего эти железки-то навесил? Он не успеет сказать. Деньги есть? А при чем тут деньги-то? Скоро разговаривает. Они бац, его... Он упал. Они давай его пинать. И он видит. На остановке стоят офицеры. Два разговаривают. Они видят, как его генерал пинает. Ни один не пошевелился. А он их призывал быть добрыми. Никого не обижать. Любовью все надо брать. И теперь они его в грязи валяют. Пинают, бьют. Он видит, только ноги мелькают. И корреспондент спрашивает. Товарищ генерал, ну вот когда вы лежали, вас пинали. Какая у вас мысль была по этому поколению, которое ты воспитывал-то? Патриотами хотел сделать-то? Я там одном думал-то, почему у меня пулемета нет? Я стрелял бы и стрелял. Стрелял бы и стрелял. А ходил, доказывал, что не надо никого обижать. А теперь стрелял бы. На остановке-то свои люди стоят-то. До дела, когда дошло, и весь патриотизм, гер, руки в помете. И ничего больше не надо. Понятно? Его захватило. И теперь он ходит, преподает. Нет, больше никогда не пойду. Эта банда растет. А вот теперь на эту банду восстают мусульмане, они идут и уничтожают. А у Бога все это вымерено. Если бы вы для Бога жили. Вот Дагестан такой, сейчас везде с нашими друзьями армянами воюет. Россия помогает армянам. Идет оружие сейчас показывает, там техника. Азербайджанам не помогают. Они плохие. А у меня воображение, азербайджанцы хорошие, армяне хорошие. Почему? А мы христиане. Нас принимали те и другие. И принимали так, как будто мы там живем. Мы проехали. Проехали по всей Европе. И видели. Вот если бы все были христиане, армяне были бы другими. И азербайджанцы были бы другими. И мусульмане были бы другими. Им говорят, у вас же написано в вашей книге, что убивать христиан не надо, а делать только арабами. А вы убиваете. Он говорит, а где вы христиан видели? Ну, Франция. Ну, вы конкретно покажите. Ну, Франция, покажите. Это самая блудная в мире страна. Это большая страна, большая проститутка. Вся страна. Оттуда все эти масоны, революции, все оттуда ползет. Ну, посмотри, она стоит, открытая грудь, она на баррикадах, там, когда, ну, лозунги-то были. И это христиане ваши? Нет. Поэтому мы их убиваем, они не христиане. Вот так. А мы в доме у мулы, их священника ночевали. И жена его, и муж, и пришли мусульмане, и мы были в мечети, и везде нас признали за христиан. Нас никто не тронул. Я когда зашел туда, на меня смотрели, как ваххабиты. А когда я встал и поклоны стал делать, а у них не положено там молиться, а меня никто не тронул. Я когда встал с колен, гляжу, вокруг меня плотным кольцом стоят мусульмане вородатые. Я когда ушел, так они... И как встретиться еще, как быть? Вот какое дело. Мы испытали и поняли, знать Христа, любить Христа, это быть со Христом. Недостаток любви ко Христу делать теми, с кем мы встречались. Они его в теневом еще образе считут где-то. Все решает Христос. Если я ему доверяю, я знаю, семь народов, народность уничтожил Христос. Это он, с него спрашивайте. Он мог их не создать, но они грешили и Бог их смел. Сметет и Россию, ее не будет, если не покаяться. Ни Серафима, ни Матроны никто не поможет. Понятно? А научитесь вот этими категориями мыслить. И никого обвинять никогда не будешь. Виноваты мы сами. Мы это все вырастили. Да была советская власть. При чем тут советская власть? В советское время, в советское... Мы вот в пионеры не вступали, вот мы не один. В октября-то никто не был. В комсомольстве не вступали, в партии никто не был. А говоришь, в армию возьмут, тебя все равно заставят. Даже не заставляли ни разу. Они это чувствуют. Понятно? Сатана чувствует это. Это не просто были люди, а одержимые злым духом. И они тоже нуждались в нашем внимании. И как разговаривать с ними. А как ты будешь? Как Христос научает? Да не отходит эта книга от уст твоих. Но получается, в день и ночь. В день и ночь. Я сказал, вассан, ого царя вассан с хаты. Гляжу, головой закивала. Значит, читала. И Бог повелел, и они их уничтожили. Всех. Одних девушек оставили. Но им льгота. Остригай волосы. 40 дней будешь скорбеть об отце, которого я убил. 40 дней вместе за братьев, за всех. Ногти обстрили. Шелестово жагни на мою постель. Ты поняла? Все кончилось. Теперь от нее дети все будут евреями. И это был закон. А если женщина там беременна, пополам разрубать. По животу и пополам. Пополам. А почему? Они грешили. Они не знали Бога. И они все погибли. Если их Бог не пощадил, пощадить ли нас? Христос говорит, не покайтесь, все так же погибнете. И мы должны согласиться, все так же погибнете. Он взял из заклятого. Почему из заклятого? Оно было проклятое. Кто возьмет что-то себе, когда будете воевать, будет проклят. Вот он означает, заклинаю вас, не берите ни у кого. Почему это под клятвую? Он не клянется, а он тех говорит, клятва дана на имущество врага. Не прикасаться. Это город, который сделал много зла. Уничтожить золото, серебро. А он одежды взял, золото, зарыл. И где зарыл, сказал, посреди шатра. Все нашли. Он еще не понимал. Думаешь, конфискует, и на этом все. И жена думала, как я буду без мужа? Не надо, туда же пойдешь. А как дети сироты? Нет, дети сироты. Все туда же пошли. В один день весь Израиль кидали огромный холм. И туда уроки нравственности приводят в школу. Смотрите, вот здесь был Ахан Кинзары. Там у него жена. У него 45 было сыновей, 100 дочерей. У них много было. Многоженство. И вот они здесь лежат. И скотина была большая, скотина 300 овечек. И как, все побили туда же. Если вы считаете Библию написанным, и Бог снял из них эту клятву. Теперь пошли опять воевать. А для чего? Они не согрешили. Через них доказать, что этого делать нельзя. Запомните. Бог бьет и очень крепко бьет. Ты понял? Вот когда говорится о народностях, переведи на сегодняшнее положение. И оно уже по-другому. А они не спят, слушают. Как Жириновский. Я, говорит, урок провел, говорит, ни один глаз не сомкнул. А учитель придет, ноет, сает, ноет. Они думают, хоть бы она заболела, она урок не пришла, да домой отпустили. Преподавать-то не могут. А в Холокост евреи столько погибло. Тоже неугодные Господа были? Да их меньше погибло. Мы должны знать, без боли Божьей ничего не бывает. Ничего. Евреи пошли не тем путем. И Господь все это допускает. Бог. Бог Израиля. Бог Авраама, Исаака, Иакова. Они стали делать зло. Они ответили за русскую революцию. Еврейская революция в 17-м году была. И вот он Гитлер пришел, как меч Божий. Гитлер не добил, Сталин начал добивать их. А их трогать нельзя было. Но они же били. Пострадает тот и другой. А евреи наберут такую силу, что перед ними все склонилось. Вся юриспруденция, вся почта, все журналисты, все. СМИ, все еврейское. Все. И ничего ты не сделаешь. Если они сумели опубликовать Шульхана, рух открыто, значит они никого не боятся. И главное, им нужно там хамаки свои совершить. Какой праздник. И не где-то совершить в синагоге, а в Кремле православном. И не где-то в центральном храме. Патриоты с зубами скрежетали. А ничего не сделаешь. Милиция охраняет. А им это надо? Да зачем им надо? Им просто показать, кто мы. Показать. Ну что, выкусили? Вот вам. Да еще на два. А каждый знак означает плохое. Мужчина к женщине говорит. Вот и выкусили. Фиговый листок. Ты не думаешь, что говорят, нафиг это что-то. Фиговый листок прикрывали нижнее. Фиг. Вот и все. Хоть так, хоть и хоть так. Все равно на три буквы выйдет. Считай. Восемнадцатый стих. Будущие помрачены в разуме, очуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их толкования. Хотя и сиял свет благопознания и чистой жизни, но они омрачили себя, обессилив душевное зрение мглой страстей и житейских попечений. Да, великий и неудобо проходимый поток представляет страсти и мирские заботы, обращающие разум. Посему живущие так и очуждены от жизни Божией. То есть от жизни по Богу. Потому что жизнь разумная состоит в том, чтобы уразумевать истину. А слепой по отношению к ней в подлинном смысле и не живет, так как истина есть сущность и свет разума. Итак, если они находятся в неведении, за что же ты их винишь? Несведывающие должно научить, а не обвинять. Но это неведение, говорит, произошло в них последствия ожесточения, то есть бесчувственности. А бесчувственность – последствия наклонности их к нечистой жизни. Так что они достойны обвинения. Послушай, что дальше будет, конец толкования. Все понятно? Ну, расскажи, пожалуйста, а что такое бесчувственность? Встречалась ты с ней или нет? Безразличие. Безразличие? Нежелание познать, что как-то плохо человеку. Можно сказать бесчувственность, но ты жестокосердный. Не может. Да. Вот я в другой раз думаю о чем. У меня много мыслей собирается об этом. Ну, более талантливого, более любящего свою страну, чем Адон Гитлер, трудно найти. Он и не женился, говорит, жена моя – это Германия. Из развалин поднять страну. Полностью разрушенная страна. И поднять до такого состояния. И были люди, которые говорили ему, как идти. Ну, там хорошее дело, все соглашаются. Да, хорошее. Хорошее. Инфляция была ужасная. Получая деньги, зарплату утром, люди бежали бегом, быстрее в магазин, чтобы купить. Булка хлеба там стоила, допустим, 500 миллионов. Миллионов. Мешками вязали, вазами деньги. И надо было вернуться на свое место. И у него так шло везде. Падает вся Европа перед ним. Франция всего за две недели завоевала. Это вообще. Англия объявила войну бомбой. Америка объявила войну, и СССР. Вообще перед ним ничто не могло устоять. Второйственный союз, Германия, Италия, Япония. А были люди, которые говорили. Это кончится. А какие признаки? А вот дерево гения растет, там, около нее лагерь был. Как это дерево это падет, так и Гитлер падет. А при чем это дерево? Не знаю, так мне открыто. Так, обзародить это дерево железом, чтобы к нему не подходили. И оно никогда не упадет. Но начались бомбежки, ковровая бомбежка, английская, они выжигали города. Одна бомба падает прямо в середину, в сучки его. И до тла его сжигает. И туда с такой высоты попасть нельзя было. И все, задрожали колени. Неужели это так? Да ну, это пустое дело. Еще побоюем-то. А уже все. Приговор уже вынесен. И вот интересно, это было уже в апреле. Он делает последнюю в своей ставке встречу с генералами. Но все предлагают, где один. А первая защита, вторая. Тройной защитой Берлин, как окружить, сказать. И вдруг он говорит, повернулся и говорит, да, господа, война проиграна. На них шок напал. За эти слова вешали подряд с любого. И вдруг сам Гитлер говорит. А они знали, что он гениальный. Война проиграна. А теперь вспомни, кто тебе говорил, не трожь евреев, не прикасайся. Какой холокост? Еврея нельзя трогать. Нельзя проклинать. Ты его трогал. Да я их племя проклятое истребить хотел. Они остаются, а ты истреблен. Вот эти маршалы все повешены будут. Никого не останется. Берлин превращен в развалины. Господа, война проиграна. И уже никто не думал сопротивляться. Знали, да, проиграна. Ну, а раньше это были люди, которые говорили, еще до начала войны говорили. И не кто-то, а Вольф Мессен, главный колдун, говорил. Люди-то с разных сторон говорили. Проиграна будет. А что нужно сделать? Молиться. Доверься Богу. А он как решил? Все делать, как вот в Игиле. Сейчас 38 ребятишек родились. Болезнь, да, она там дергается. Ребятишки. И они сразу казнили. Дали там сколько женщинам повозить все с ними полгода сколько. Да нет, такой и лежит вот так вот вырошенный. А зачем антибет? Ты всю жизнь привязанно будешь. Родишь хорошего. Всех казнили. Гитлер это делал то же самое. Медицинское свидетельство. Больные. 12, 20, 30 лет разницы нет. Безумные глаза. Всех забрал, лечить. Всем укольчик. Всех сожли домашним пепел на поля. Умно сделал. Умнее нельзя даже сделать. Очень умно. По его. А по Божьему нет. Если Бога нет, это был самый умный человек. А если Бог был, это был сатана в образе человека. По-другому даже его назвать нельзя, как Сталина. И выход какой? Ну, выход как? Притерпеть казнь. Молиться, чтобы Бог вразумил его. Остановил его безумие пророка. Пусть как ослица я проговорю. Выход-то был. Тряслись, боялись, не говорили. А теперь Бог будет спрашивать, почему ничего не сказал. Так он казнил всех. Царство небесное получил бы. Ты мог это сказать. Почему не сказал? Да ему говорили он. Ладно. Ты не умничай. Из рожденных женами больше не восставал. Ты знаешь, про кого это говорится? Самый великий пророк. Из рожденных женами больше пророк не восставал. Кто это? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель. Так о нем и написано. Иоанн Креститель. Но он обречает Ирода. Знал, что не послушает или нет? Если он пророк-то. Знал. Но продолжал долбить. Ты не имеешь права иметь жену Иродиаду при живом муже. Ты отнял. Если нет дитя, можно восставить, когда умрет. А он живой. И дальше. А у нее уже дочь была, которая танцевала. То есть все нарушено было. Но Ян Креститель. Он говорит, это зараза на весь мир распространяется. Это немедленно нужно прекратить. Но они послушаются. Но зато перед Богом я оправдан. Вы вспомните, осень, когда не подсчинился так к сердцу. Что теперь делать? Обойду я пьяных на павилах, а теперь мою красоту показывать. Он ждет ее, а нет никого. Явнухи пришли, говорит, она не пошла. Так, а что делать? Ну, Мимуха, другие у него советники. Что делать? Очень просто. У тебя какой был пир? Ну, 127 областей. Губернатору 127. И все это видели. Они приедут домой, расскажут это? Конечно. И теперь княгиня, жену губернатора, их слушаться не будут. А жена же губернатора не слушается, а у него районное собрание. И главы районных не будут слушаться, сельсовет не будет. И деревнях потеряется, и никто не будет слушаться. Вы понимаете, до чего, до чего-то. А что же садить делать? Он спрашивает. Отстрани ее от царства. Так она самая красивая. Да откуда ты знаешь? Красивая. А еще других найдут. А хороший совет. Речь последняя по всему приглянулась я ему. Вы помните? О саде Гведоне Пушкин писал-то. Одна на ткать решила, другая на варить, на печь. А это, говорит, как бы я была царицей, я для батюшки царя родила богатыря. А садь в окошко слушал. И речь последняя по всему приглянулась я ему. И вот так дальше их будет. Если бы вот все это брали во внимание, то бы увидели. Как дальше поступать? Ну дальше ты, уверующий человек, как бы дальше поступал? Ну скажи, как бы ты поступил? Ну как, а ты ему советники дали? Отстрани ее. Выгони ее. А послов пошли по всей стране, чтобы искали самых красивых. И привезут самых красивых. А то уже мужики-то разбираются твои. Ты не думаешь, что они слуги не понимают. А вот теперь ты выбирай из них. А как выбирать? Ну по одной на ночь бери и проверяй. Только девушки, чтобы были. И вот все так. И как она не хотела, этот эсфир есть. И наконец, как она идет, и как она ночует с ним, она по всему ему приглянулась. А их приготовили, как видеть. Она первый урок брала, лежит, и вот так поцарапалась. А ее вдруг преподает. Этого нельзя делать. И на царя нельзя смотреть. Только вниз. И она все так и сделала. И он понял, эта красота, соединенная с внутренним человеком. И сделала ее царицей. Все. Что делать? Очень даже просто. Не надо давать дурной пример. Она не слушается. Сераха говорит, отсеки ее от плоти своей. Прямое указание дается. Да как это понимать? Ну как кошь понимает. Ну так написано. И ничего нельзя сделать. И как? Под рукой будет ходить. По одной плашке будет ходить, бояться шагнуть дальше. И все придут. Ой, у царя как? Если царь выгнал ее, да я тебя выгоню там, губернатор. Я ничего не говорю. Да что ты? Пожалуйста, Александр Богданович, я что угодно сделаю. Вот так. Да ладно, Владимир Николаевич, я слова не говорил. Ты меня прости, только чтобы мне быть здесь. Ну ты же мэр, и я мэрша там буду. Ну вот ты сиди, замри. Мэрша. Ты замерша. Дело-то живое должно быть. И когда вжив-живе получаем вот это, а они это все делают наяву. Наяву делал Гитлер. Но они переступили грань, где виден Господь, его заповеди. И потом Бог их убирает. Так они во всем мире террористы. Не будет их, они уйдут. Это невозможно. Сейчас 100 тысяч террористов. Вот показывают в интернете, а они там какую-то высоту захватили, а их вернуть никак. А они нагружают большие автомобили взрывчаткой, смертники садятся, и гонят целые вереница машины, все смертники взорвать. Их ничего нельзя сделать. Вот в Японии, когда они воевали, самолеты поднимаются одновременно. Сразу поднялось 800 самолетов. И взлетают, а колеса остаются на земле. Ему садиться обратно нельзя. И он весь нагружен взрывчаткой. Ему только так, корабль есть, и чтобы он в него ударил. А если случилось, потопили, а ему некого отопить, он дорогой едет, хоть простая лодка, ее удариться надо и утонуть. Они очень смелые были, сильные, храбрые японцы. И поэтому большой урон нанесли американскому морскому флоту. Ну, где-то летит, его стреляют, а этого нельзя. Он летит прямо на тебя. Он не боится ничего. Но в него попасть-то это, ну, промазать иногда можешь. Ну, и вот он взрывается, и представьте себе, одновременно, тонна бомба летит, с одной тонны. Она пробивает корпус, две-три атаки, и корабль перевернулся. Вот как. А что делать? Молитва. Бог может сделать так, что он не разгонится даже. На месте взорвется. И вот эти, которые гонят, на машине взрываются, они с гор расстреливают их, они взрываются там до неба, дым идет и пыль. Взрывают их. А они взрываются. Нагрузили КАМАЗ, большая машина, взрывчатка. Ну, а его охраняют, там стоят солдаты, видят, летит машина, тот-то остановлен, а он оттуда автоматом его. Солдат стреляет, а он даже не глядит, глаза вытолщил, бьет в ворота, взлетает прямо вплотную. Краевая администрация-то. И вся краевая администрация взлетела на воздух. Всех уничтожили. А что нужно делать было? Раньше надо было думать. Теперь обложили бетонными блоками, подъехать вплотную нельзя, и вот проще. А это не решает дело, решает только Господь. Принеси покаяние и обещание служить ему доброй совестью. Вот к этому надо призывать. А они где встречаются, вот сейчас, я хотел сказать, вчера мы с батюшкой, я говорю, ты слыхал, вот такая Светлана Копылова поет-то? Ну да. Ну давай послушаем, как она поет. Там есть от двух больных, кисточка, когда она поет. Так. Ну посмотри, как она одета, ленточка. У нее платка никогда нету. Она не закрыта. Даша в сережках стоит. Почему она такая? Она около православная. И попы ей ничего не скажут. Она такая есть. А что она поет? Ни в одном месте призыва ко Христу нет. Вот вы сейчас пели, как называется, песнь восхождения, кажется, да? Прости меня, Боже. Ну, книга книга. дай я сюда, вверху. У нас много таких книжек, все считают. Как она называется? Возрождение. Песнь Возрождение. Песнь Возрождение. Вот она где. И сколько их тут песней-то? Ну, худо-бедно. Тысяча страниц, но минимум 900. О, две тысячи... Две тысячи... Пятьсот пятьдесят примерно песен. У нее ни одной такой нет. И она отсюда петь не будет. Ее покупают доставляют. Вы сейчас, которые пели-то, она петь не будет, она не поет. Она как Христулю ей призывает? Нет. Она призывает, чтобы были хорошие. Хороших много в аду. Спасает нехороший. Разбойник совсем нехороший был. А ныне же будешь со мной в раю. В Мэтаре он встретил Закей, он нехороший был. А Господь говорит, ты ныне спасение пришло. И он сейчас до Авраама. Так? Вот так. Нехороший, а какой ты есть, принеси покаяние. Не делайся хорошим. Хорошим тебя Бог сделает. Приди сейчас. Приди как не грешник, а раскаившийся грешник. Вот обыкновенно она поет. Она поет хорошо, улыбается, сама играет, сама пишет. Но у нее посмотреть приятно, какая она. Не толстая. Ну просто красавица. Все. Ну бывшая артистка. Она актерша. Она знает. Но это не христианка в том плане, который мы считаем. Она будет петь, зайдем на Голгоф и мы играть? Не будет. Нет. О имя Иисуса нам так сладостно оно тоже не будет. А церкви о том не будет петь. Не будет. Ее там рядом пасут попы, она исповедуется у них. Она будет говорить, какие надо быть хорошими, как помогать друг другу. Нравственные песни поет. Хорошие. Но не евангельские. Это понятно, что я говорю? И вот отсюда теперь бери и соединяй. Апостол Павел все гнет на одно, чтобы познали Христа. Слово и опять Христос. А сегодня выйдет патриарх, там епископ, говорит, говорит, ничего нет. В ролик сейчас один восставили. Он, я не знаю, епископ или архиепископ выходит, приехал к ним. А священник-то приехал, владыщенька, да, каждая минута, каждая секунда, дорога, да, вы приехали сюда. Да, вы такой владыка. Да, таких больше нет на свете. Не было, нет. Только не сказал, и век не надо. Это все в интернете стоит. Это не подрезок какой, а зализок прямо. И вдруг, внезапно, ну я, в общем, все сказал, ему махнул рукой, уже ему тошнотворно стало. И он мгновенно сниг, и все. И он такое расписывает, это такое, это вот солнце такое, вы как солнце светите, птичка прилетела, вы как этот же воронок, вот куда по, все к архиереи. Да, епископ, это самая та орда, которой больше всего златоуст боялся. Никого, говорит, не боюсь, только епископов. Почему? Потому что они руководят еще миссионерскими отделами. А они руководят, оттуда все ползет. Ты читай, смотри, и думай, что нужно было? Ничего. Накормил его, напоил, ну и до свидания. И делай, как Бог велит. Считай. Стиль 19. Никита. А вы так говорите. А вообще, Копылову песню слушаешь, кажется, вот такие хорошие песни. Какую? Суть, суть-то, Копыловой песни. Ага. Суть. Вот как жизнь, смертью встречаются. Согласен. Но не евангельская. Не евангельская. Как о Христу, к покаянию, она не зовет никого. Вот эти песни, которые сейчас посмотрели, песни Возрождения, каждая песня, все, 2550, все до одной, как Христу зовут. У ней, на 500 песен, ни одной нет такой. И не будет, потому рядом попы стоят. Она бы на них натолкнулась. Я ей посылал свои данные, и говорю, посмотрите, у меня сколько есть. Ей даже никак. Раз там священники, тем более, с кандидатскими степенями, они ее никуда не допустят. Они на ней пашут сейчас. Ну что Жанна Бечевская поет? Казаки, Родина, Мать и другое. Как Христу, к покаянию она не зовет никого. Не может звать. Вот так. Просто объяснять как-то, но по-другому не по писанию. Хорошие стихи, но такие заунывные, там, белая церковь, кресты, журавли. Роман этот поет Матюшин. Я романах. Роман. Но вот такие, как песни возрождения, у него нету. Не нравится. А почему? Да он не знает этого. Он бы написал, у него талант есть, и музыкальный, а он не знает. И посмотрите, какие он новое это. Нам дал нам новое имя, нас зовут христиане. Понимаешь, как понимаешься, «Гори огонь, гори, всегда гори». Только петь начинаешь, уже внутри что-то горит. У него этого не будет. Рассуждение хорошее, и как будто обличает кого-то, но не по Евангелию. Евангельские слова не звучат там. Я их всех брал, узнал. Кое-какие стихи взял, даже для книг у меня есть. И вот с вами. Давай. А я думаю, у них не было встречи со Христом. Да. Похоже так. Где Христос объемлет с собой, уже все остальное померкнет. Вот местные алтайские поэты. Поэты хорошие. Пишут книги. Для своей книги я ни одного стихотворения не мог взять. Ни одного. А вот приезжала Татьяна Павловна, где Игорь там был. Аксенова была она. От ее мужа Виталия я, кажется, три стихотворения взял. Но только они безокончальные, не знаю, с чем закончить. А его стихотворения, а дальше еще два купета, три подписываю. Вот так. Пошел. Они, дойдя до бесчувствия, предались распустству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Толкование. Не видишь ли, что по доброй воле они сделали столь бесчувственными? Дойдя до бесчувствия, то есть совсем разленившись, не желая делать ничего доброго, дойдя до полной бесчувственности и как бы обезумев, предались распустству. Для чего же? Чтобы совершать нечистоту, потому что ее нечистоту поставили себе занятием и беспрестанным делом. И не один вид ее, но всякую. Как же после этого могли они не потерять чувствительности, предавшись всякого рода нечистоте? Ибо нечистая жизнь есть причина и лукавого учения и приводит к непониманию всего хорошего. Поэтому, когда в другом месте услышишь, что Бог предал превратному уму, кремленам, помни и эти слова, и сопоставляя то и другое, разумеет, что Бог называется предающим тех, которые сами себя предают, то есть попустил и оставил их, так как они сами сделали себя достойными того. И даже с выражением с ненасытимостью указывает на доброволь, ною в них бесчувственность. Ибо говорит, что им можно было и деньгами, и удовольствиями пользоваться умеренно, а они, предавшись неумеренности, во всем угрубели и стали бесчувственны ко всему доброму. Конец толкования. Еще объяснять. Так понятно. Характеристика полная. Пошел. Продолжим. 22 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Полкование. В таком-то положении находятся язычники. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, то есть после того, как познали Христа. И не сомневаясь, но вполне уверенно говорит так. Ибо в том и состоит познание Христа, чтобы жить добродетельно. Равно как и худо, живущие не знают Христа. Первый титул. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Слова же так как истина во Иисусе, понимай, так не как язычники ходят. Так бы и вам в том же оставаться. Ибо не суета дело Христово, но истина, учение и жизнь. Грех есть ложь, так как лишен существенности и не имеет цели. Добродетель же истина, так как устойчива и имеет цель. Чему же вы научились, в чем состоит Христова истина? В том, что вы отложили ветхого человека, то есть обыщей прежней жизни и жизнь ветхую и повинную греху. Двояк это можешь понимать. Или как охотит леет, так и сам человек, то есть рассудок, растлевает. Таким же образом похоти тлеет от болезни и старости выдают красота и крепость точно так же. И вообще все наконец разрушается смертью. И в тот день, говорит Давид, исчезают все помышления его в Солом 145-й. Или же в похотях сказанное вместо от похоти. В похотях как от похоти. Так как от них расслевается ваш ветхий человек, как хлопчатая бумага и железо, от чего рождаются, от того и гибнут. Ибо любовь к славе губит. Что касается души, всегда она бывает иногда и телесна, и удовольствие тоже прекрасно же назвал и обольщением наслаждения, происходящее от них. Ибо все это есть подлог и обман, потому что удовольствием только представляется, а в сущности есть горечь. Обольщение в том и состоит казаться одним и быть другим. Конец полкования. Подтверждать ничего не надо. Что думал пока добивался. Как только добился, ничего там и нет. Ничего. Скольких людей тут. О, погибло на этом. Мы приехали к своим в Томменку, здесь недалеко такая деревня. Я вижу через мост, рядом народу много что. Да это уговорили фермеры, хозяйство, хорошие машины, комбайны, видно, что дело ладилось. А что, да убили его, убили. А за что? Ну видите, они какое-то тут дело имели. И кому-то он деньги долг дал. А этот кому долг дал, он в Дагестане что ли был. Здесь они в Барауле. Ну тогда он просил, деньги тот не отдает. И он еще не додумался как взял жену и его арестовал. Арестовал и увез к себе и там где-то ее запер и прочее. У него взять жену это вообще думать-то. Но у того фермера милиционер друг-то. Мы тебе договорились сразу, деньги мы отдаем, ты вези жену. Вези, мы сразу выкупим и все. Он берет жену эту на машину и едут туда. Приезжают здесь где-то да у нас сюда, заезжай туда. Они только заезжать туда они сразу с двух сторон обои. Выстрелили, обоих убили милиционера и фермера. Жену взял и пошел. И деньги не отдавать и жена дома. А его теперь хоронят. Хоронят. Я говорю, ходил в церковь, да какой ходил там, изменял жене своей и прочее. А священник как? Священник там отпевает уже стоит. Он пришел. Все. Но он достиг денег этих нет. По хозяйству у него все хорошо, один мираж, ничего нет. Ничего нет. Он умно так сделал, он милиционер рядом взял с собой. Но милиционер, не милиционер, пуля-то берет любого. И все, обоих убили. А теперь, теперь все распродает. Жена там у того осталась. То есть запутался. Это в одном месте такое, а по другому-то возьми сколько? Что бы где ни было, все хватает, хватает, бац, ничего нет. Сейчас обвиняют, что на Кубе была, там где-то в Индонезии, во Вьетнаме базы советские были, а их уничтожил там вот этот Горбачок. А зачем они нужны? Вопрос-то стоит, зачем они были там нужны? Люди не понимают даже, сколько там людей погибло, какие бывают нападения, люди-то недружественные. Да и ты-то какой-то дружественный. Этого сбили самолет, на счет летел, пряники возил, что ли? Он только что отбомбился, летит. взявший меч от меча погибет. Да вы что зато Пашков его фамилия кажется, или Пешков, Олег. Да нет, конечно, я жалею о нем, но не надо уже из этой трагедии делать свою собственную. Он-то сбросил-то крылатые ракеты с точным видением-то. Сколько там погибло-то? Почему вы этого внимания не берете-то? Они же сбили-то не просто. Они теперь еще попало делают. Так а у них это положено так, по их книгам. А по нам оно не положено. Мы христиане. Ну, да говорите один раз, не вызывай ненависть, ответные действия. Ответные только молитвы. Но даже и правду сказать, мы сами это посеяли. И все тогда станет на место. Я не одобряю, но высказать я имею право. Высказать. Вот я когда разговариваю, там на истории говорил то-то, то-то, где-то. Он говорил более правильно, чем те, которые победили его. Так это еретик. Я согласен еретик. Но говорил он более правильно. Олег Песаврянин он более прав был, чем те, которые победили, чем православные. Он не против икон был. Да он иконоборец. Нет. Он говорил иконам повыше, чтобы люди не ходили, не тыкали с них. Вот у нас видишь, как висят они выше головы. Он вот это говорил. А они его убили. Он что говорил, что люди бога не верят. Вот икона миротачивая, кровотачивая, следотачивая. А не сатана ли над нами издевается, как сейчас Иоанн экономцев говорит, Павел Паринский. Не дьявол ли нам рожу строит, а мы думаем от кого. Дьявол это все нам делает через икону. Почему не предполагаете такое? И когда вот это увидишь, чего-то достигли. достигли, а потом так ковукнулось. Достигли, а теперь куда все это пришло? И ну хорошо, завоевали Кавказ, Явмолов там давил, душил все эти кавказские надо, а теперь все поднимаются против. Да почему? Да посеяли то. Ты не веришь, считай Хаджи Мурата Льва Толстого. Что там делали русские? Когда они собрались там эти все горцы, там дагестанцы, аварсы, чеченцы, а русские прошли с пушками, все сожгли, они заготовили корм скоту, они все сожгли, пчелы стояли, они опрокинули все, дети не успели бежать, детей растерзали, разбили, и они собрались теперь у костра, когда русские прошли, все выжили, опять пошли к себе домой, и они собрались, о Аллах, а зачем эти люди живут, такое зло делают, Бог-то их услышал, и вот теперь все это по женам, ну договорите один раз до конца, так а что это до десятого колена будет выжигать Бог, вы это посеяли, в люльки зарезаны, ну ты считай, Лев Толстой пишет-то, а он участник, он там был, он своими глазами это все видел, Лев Николаевич-то, и книга Хаджимура-то она печатается открыто, посчитай, что они там делали, а что с евреями делали, очень просто даже, Тарас Бульба, считай, Николая Васильевича Гоголя, как они евреи жарили живем, что с ними делали, вот оно и пришло на нас, да книга Тарас Бульба, там они запрещенные, техронизировали, фильм поставили, ну до конца договоритесь и скажи, это наше, на нас нападает, это справедливо, мы потомки тех, покаяние не принесено, мы должны, как Папа Римский, проехать у мусульман, у евреев, у всех попросить прощения, как Папа Римский, прощения-то не просили ни разу, патриархия, она вообще беспокаянная, она ни у кого не просят прощения, и Сталин никогда не просил прощения, Гитлер не просил, а зарубежная церковь попросила прощения у старообрядцев, что мы гнали у вас, не мы, наши деды, а теперь на нас эта революция пришла, они революцию относят возмездие от Бога за гонение, которое мы устроили против старообрядцев, вон она книга лежит, в кисном православии, там все написано, подписи, 13 епископов написано там, подними ее, покажи к нему, вот и возьми, но, они сумели это сделать, почему это не сделать патриаршим, царь гнал, синод гнал их, ну теперь надо посмотреть, где она есть, посмотри, тут надписи, а, вот здесь, ну подержи, чтобы не упало, где-то вот здесь вот рядышком, размышления, ну где-то тут что-то, прямо рядом совсем, посчитай, да, да, вот она, покаяние, считай, перед старообрядцами, перед старообрядцами, покаяние, да какое покаяние-то, за то, что там делали их отцы, сами-то они ничего не виноваты, посчитай, сколько епископов подписались, посчитай, а может не прав был, митрополитов, посчитай, митрополит Виталий, председатель архиерейского собора, члены архиерейского собора, архиепископ Олимпий, архиепископ Лазарь, епископ Вениамин, епископ Евтихий, епископ, не знаю кто, ну ладно, не важно, дальше, епископ еще какой, Кирилл, архиепископ, ну сколько, лавр, раз, два, три, 14, 14, 14, я сказал 13, неправильно, ну вот так, они попросили прощения, почему патриархия не просит, а как гнали-то, гнали-то, она же наследница того, Лев Толстой помогал выехать, этим, духобор, молоканом, там, в Аргентину, там, в Бразилию выезжать, деньги собирал, граф, спаси от церкви людей, в котором жизни, никакой не было, мы должны быть внимательны ко всему, и доброе слово, твое, за правду, не пропадет даром, слово твое возрастет, когда с твоими детьми будут поступать несправедливо, и скажут, а их бабушка заступалась за наших, и ей будет хорошо, слово, как Григорий Невский говорит, оно объявляет, облекается каждую в плоть, материализуется, так сказать, пошел, 23 стих, обновиться духом ума вашего, толкования, чтобы кто-нибудь не подумал, что вводит другого человека, он говорит, обновиться, то есть, само обетшавшее, обнови и сделай другим, так что предмет один и тот же, перемена же только в характере и мысли, каким же образом могло бы произойти это обновление, через Святого Духа, который поселяется в нашем уме, потому что Дух не терпит ветких деяний, сказанное, имеет такой смысл, обновляйтесь духовным обновлением в уме вашем, а не телесным, и в теле происходящем, конец толкования. Обновляется надо со дня на день, не дотыкли, сегодня не получилось, ничего не знаю, считай, если не можем перепрыгнуть, можем поднырнуть, ну вот так вот, жертв так или планка высоко, лента натянута, ну не могу перепрыгнуть, поднись, поднырни, мне главная цель, а это не переграда даже вовсе, батюшка шел, сказал, все три плотины наши устояли, дорога устояла, дорога, так там, ну хорошо, проложили, это 250 метров, ну 270 метров, но из деревни выезда не было, вообще они не ездили, ездили через кладбище, я говорю, вам только осталось, где-то застрять на кладбище, не возвращаться, все равно уже, а зачем дорогу делать, через кладбище, а теперь с этой стороны едут все, да мало того, еще прям приходили, жители потеряют, зачем вы это делаете, весной все смесет, это ничего не даст, и против были, прямо против, я бы помог, если там за деревней, Рыжковский пруд, там бы я помог, а здесь нет, я говорю, и как, приходил, говорит, а что человек, говорит, всю зиму помогал, ваш деда Вова, он был против, а стал помогать, вот так, поэтому, он был против, это ничего не значит, не 12 часов во дне, и поэтому вы, ну, с вас просто никакого нет, вот у нас, долговязый сидит, я ему сказал, как только вода нагреется, там будешь нырять, выковыривать все, вывозить к берегу, там много щищи разные, он не отказался, он еще на прошлый год не должен, помнишь, помнишь, я тебя не пустил в воду, говорю, уже вода похолодала, не пустил, а вот будет, там июль месяц, ну и там собрать, сучки, что-то под водой отпилить, около храма который, пруд, его не узнаешь, как он поднялся, где бы там пилили, деревья, все залило водой, я говорю, ну метр-то полтора выше, конечно, представь себе, там озеро какое, сейчас разлилось, но выше еще не стали, потому что выше, там надо еще наращивать дамбочку, работали, конечно, с надеждой на будущее, а всего никого, вот сидят Володя, Никита, и Сергей, вся команда, там я, колорит, толокся сбоку, да, пошел, стих 24, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, толкование, видишь ли предмет один, который вовлекает себя и облекается, но одежда различная, именно порог и добродетель, ибо как легко раздеться и одеться, так же легкий порог и добродетель, если пожелаем, почему же представляют порог и добродетель, под образом человека, потому что делами характеризуется человек, и они не менее естества, показывают человека, добрый ли он или злой, и так, новый человек, это обновленный крещением, который должен быть и крепким, и не имеющим повреждения, и здоровым, ибо все это свойственно молодости, этот человек, говорит, создан не по похоти, а по Богу, то есть от Бога, то создание, которое ему благоугодно, в купельне от воды и земли, но в праведности и святости, ибо в том сущность такого человека, правда, вообще добродетель, как обыкновенно мы и называем праведным человеком безупречного, и Господь говоря, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, Матфея 2, 5 глава, разумеет здесь всякую добродетель, святость, жесть, чистота и исполнение всего должного, так как, например, по отношению к умершим мы говорим, когда кто по отношению к ним исполнил должное, я отделался и все совершил, но так как в Ветхом Завете говорилось о правде, то он говорит, что она была образом всей праведности, я же говорю тебе о правде истины, Евангелия, или в противоположность наружной и лицемерной правде, он оказал на правду истинную, хотя если человек и создан крещение в правде и преподобии, но ему и теперь следует облекаться ими через жизнь, жизнь и дела. Когда ты слышишь, что должен облечься, то уже помышляй, что никогда не следует разоблачаться, как и сказано, облечься проклятием, как ризой, в словом 108, и ты одеваешься светом, как ризой, в словом 103, и мы имеем обыкновение говорить, такой ты надел на себя личину такого-то, конец толкования. Кто это говорил, нет ничего легче, как только бросить курить? Марк Твен говорит. Понятно. Он каждый день, говорит, я это знаю, и каждый день бросаю. Ай, каждый день не знаю. Ничего нет, проще всего легче бросить курить. Вот меня сегодня звонят, она говорит, а я решила тут привезти одну к нам на занятия, я один вопрос задал, говорит, она курит или нет? Она говорит, да нет, я говорю, ну все, вот свободный. У нас папиросы, не должны даже заходить на территорию. У нас была женщина, и большой сын у ней, Калинин. А когда у нас курит, пришлось запретить. Она, я брошу, вот когда бросишь, тогда будем говорить. Конечно, она не бросила. Вы, наверное, знаете его. Дима или Митя звали его, большой, высокий такой, ростом. Калинин. Ой, вот кино, смотрит у нас, у нас зал такой, он сядет вот около, а наши девчонки из двух сторон вот так руки ему на плечи повешают, а одна девчонка с одной стороны, другая с другой. Вот так прям виснут на нем и смотрят на него, а он как будто не знает. Ему кажется, что на зароде сено лежит. Понятно? Не видела? Не знаешь такого? Нет. Да они еще в пеленках были, когда он был. А? Эти девочки еще в пеленках были, когда Митя был. А это твоя подружка была, да? Нет. Нет? А у кого она была рядом? У Лены Полетикиной? По-моему, у Лены, да. Вот так. Курила, женщина курила. И мы потеряли ее, и, конечно, она сыну запретила приходить. Мы теряем людей постоянно. Просто постоянно. Почему? Потому что у нас константа. Вот увидели у нас снимок, патриарх Алексей II с Лавром вместе. Еще там забунтовали, ты знаешь кто? Твоему мужу писали, ну ты идешь или нет с нами? Вот так. Увидели фотографии только. От фотографии. И ушли с семьями, ребятишки у них есть. У нас нашли невест, у нас женились, у нас крестились, и ушли из-за одной фотографии. А почему? А потому что один все время буйствовал, непокоривый был. Ну, прямо невозможно. А другому все, трин, трава была. На ночь телефон отключал, никому не нужен. Наконец соединил дьявол и выбросил. А куда пошли, их сразу вывели, замолкнете. И все, они больше не бунтуют, сидят. Почему? А там старообрядцы. А у них очень просто, дубиной по башке тебе, там скоро тебя научат в уголке сидеть. А теперь с ними встречается наш брат Игорь, и говорит, как он, что попало делали? Значит прозревает помаленьку. Мы говорим о том, что как одеться легко, раздеться и одеться. Одеться в благочестие, отбросить эту привычки. Вот я скажу сейчас вам, трудно вам или нетрудно будет. Трудно или нетрудно. Скажу о самом маленьком. Особенно парней. Никогда верхнюю пукавку не расстегивай. Вот как сидишь, так и будь. Трудно это? Ты скажи папе, скажи деду, чтобы они этого не делали. А почему? Это масонские знаки, как галстук, так и расстегнутся. Совсем немножко. Совсем немножко. И уже видно будет, взвинулся. На днях мне один говорит, человек, это как чай в пакетике. Можно узнать, что в нем, когда в кипяток опустишь. В общем, здорово. Испытание плохо дает. А ты совсем этот мешочек-то с глупостями не заводи. Домой не заводи даже. Мы как-то пришли на кладбище. Я показываю, моя мама лежит там. Я говорю, я с этой стороны лягу. Бабюшка говорит, почему ты? Я на этой стороне буду. Ну, почему? Я раньше тебя отойду. Я старше. Ну, вот ложись ты, ты раньше у меня умрешь. Почему? А ты чай пьешь, а я нет. Он говорит, бросил пить чай. Соревноваться, с какой стороны мы у мамы лежать будем. Вот о чем разговаривать, дядьки. Бородатые. Но по-своему это интересно. Все это мирно, по-хорошему, так и согласились. Согласились так, кто раньше умрет, тот и ляжет. Вот сегодня слышали, казалось бы, умрет она, Валентина, или ничего-то. А умерла. Дочка. Дочка. И никто не думал об этом даже. Вообще. А почему именно я с мамой, а не с папой? А отец в Афрунзе. А в Афрунзе? Уехали туда и там похоронили. Вот что, зачем я пойду туда. Мы тут обсуждали, как его перевезти туда. Это надо раскопать. Но раскопать, Таня разрешает перевозить. Это я могу перевезти барана, кулана, а это нет. Я тогда обращаюсь, которые разыскивают военные, там, проще, военкомат. Я говорю, как это сделать? Это очень трудно. Я говорю, он ветеран войны, инвалид второй группы, защищал Смоленск, при наступлении Гитлера в июле 41-го года. Он награжден медалью и прочее. Но это надо подумать. То есть, могли бы разрешить. Но наши подумали, зачем тревожить его, где ему лежать? Какая разница? Там живет все. Я-то думала, потеряевки он у вас. А? Я думала, потеряевки, похоронили. Там живет родная моя сестра. Она, наверное, родственники там живут, племянники. Они посещают, и могилы. А мама здесь умерла. Мама все говорила, потеряевку строй. Говорит, эх, отец не дожил, посмотрел бы. Своя лошадь, лошадей-то. Своя машина? Он бы сейчас лошадей гладил и целовал. Он же вырос на этом. Все, так когда конфисковали, раскулащивали-то. Скажи, сказал бы отец, повернула назад. Он вот так, звуком подсопит. Повернула назад. А мама говорила, эх, посмотреть бы, чем у вас все-то закончится здесь. Потеряевки. Мама моя была примерная женщина. Чуть что, она свои эти акафисты, старобряшинские книги, вот такие толстые, она в подмышку и в сарае. В сарае там комната была особая. Дома-то ни одного еще не было. И сразу молиться. И она у нее вот такие очки, такие толстые. И двойные очки. Я приду, она говорит, мухи между очками залезут. Прогони их, сынок, у меня. Между очками. Мухи. Все время, чуть-чуть молиться. Поэтому, вот я поехал к прокурору. Пришел, как всегда, на колени перед мамой встанем. Мама. Я поехал к прокурору, помолись. Она руки положит, помолилась, езжай, все будет хорошо. Она ответ имела. Колодец стали на старом месте строить. Дуги, сороковка доски дугой выгнула. Мы остановились. Лопнет, туда не вылезти. Ну и давай, кто будет полезать? Давайте к маме пойдем. Она сразу подошла к колодцу, посмотрела. Эх, ребята, не надо было на этом месте. Надо было там укопать его. Здесь же старый колодец, грунта нарушена уже. Но теперь, что делать? Не знаю. Подождите. Книги свою подмышку опять пошла молиться. Мы другую дело делаем. Вот она пришла, копайте, ничего не будет. А доски прямо вот так выгнутые. Земля давит-то. Ну, кого? Надо послать того, ну, какого, сильно скорбеть не будет. Павел говорит, я говорю, я полезу. Нет, ты нужен. Павел говорит, я полезу. И дядя Паша залез, ну, выкопали колодец, а пользоваться почти не пришлось, потому что батюшка в другом месте переехал. Вот, какие интересные вещи рассказываешь. Вот потерять тебе было так. Буря, как началась, а батюшка каждый день выгонит корову, малина звать, привяжет ее, и вдруг треск и дерево большое, береза падает на корову. Одна корова на всю деревню и туда падает. Ну, батюшка все, взял нож или еще там пошел что-то пролезать, топор ли, приходит, а упала, и там сучки в одном месте раздвинутые, и прямо между сучками. И она стоит там, вот здесь, листики жует. Вообще, это такое было чудо. Любой сучок, чуть в сторонку, ей бы хребет переломило сразу. И вот она упала как раз. Внизу сучками. Это нельзя сделать так. Наверное, конец уже. Час шесть минут прошло. Поблагодарим Бога, да и отбежайте с Богом. Все, закончится? Давай. Давай, закончится. Субтитры создавал DimaTorzok, помолись сюда. Теперь вы выходите, чтобы вы здесь все. Так, мы будем Богу молиться. Наши девочки все в платках. Так. Молись, кто будет? Среди пола. Отец наш небесный, Господь и Бог, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, умершего на Голгофском кресте за наши преступления и грехи и воскресшего для нашего оправдания. Услыши нашу молитву и мы просим Тебя, чтобы нам совершить то поприще, которое Ты назначил, чтобы ничем не огорчать Тебя, соблюдая святые Твои заповеди. И все дела наши добудут с любовью и в душе святом. Не нам, не нам, имя Твоему дай славу. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И правители сохранят покушение на них. И даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам. Посети плененных, терпящих бедствия, казнимых. Прими их в обители Твои вечные и приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, чтобы мы достойно это приняли, прославляя Твое святое имя. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, прими нашу молитву и вздяне рубка к жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Владыка, соединяй нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Тебе хвала и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай, ты слышишь, раб Твой. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Спасибо за просмотр. Слава, всего доброго. Доставили еще не оставляйте. Бумажки все садят.